друзья всем привет добро пожаловать на канал спинги log family и сегодня у нас будет выпуск из пукета и как я уже обещала мы будем делать обзор отеля и сегодня наш отель который позади меня mario resort и spa merlin beach ну и сейчас мы конечно же проведем экскурсию по отелю в котором мы уже находимся несколько дней сегодня как я повторюсь 22 декабря так что все что вы видите вокруг снимается 22 декабря 2021 год итак мы начинаем отправляемся в наше маленькое путешествие потому что после моих обзоров из доминиканы достаточно очень много вопросов по поводу еды по поводу детских клубов по поводу моря поэтому в этот раз я постараюсь охватить все возможные аспекты чтобы вы максимально донести если вы что-то не найдете в этом видео пишите в комментариях я расскажу об этом подробнее в личное сообщение поэтому для нас это тоже опыт потому что мы только начинаем обзор отеля и чтобы в следующих отелях мы не допускали ошибок или то что вам интересно пишите в комментариях итак вы видите вот позади меня елка уже потому что через сколько три дня рождество католическое и также в таиланде его уже тоже празднуем и так как обычно мы начинаем с рецепшена вот лобби сейчас пойдем в лобби по здесь лобби достаточно очень уютно и комфортно сейчас видим что людей не так уж и много точнее их практически вообще нету вы только одни вчера мы стояли в очереди для того чтобы зарезервировать мини шаттл баз а маленький автобус и кладного если я уже про него начала говорить о ночную сейчас закончу от а марлин от мариотта 15 минут езды до потонга и отель мариотт предоставляет бесплатный трансфер из отеля до потонга что это очень удобно можно здесь воспользоваться для того чтобы это воспользоваться можно зарезервировать на рецепшене что мы несколько дней подряд уже делали шаттл этот ходит три раза в день если я не ошибаюсь потом подробнее вам расскажу и напишу и по моему три раза в день туда и обратно ходит расписали достаточно удобно мы вот пользуемся самым последним автобусом который отправляется в четыре тридцать вечера и возвращается в 8 вечера ну что пошли дальше смотреть отель немножко по лобби немного таким кругом это я иду сейчас без маски а так конечно же здесь говорят что нужно одевать маску об скажем так везде стоят маски но никто как не проходит не говорит что давай одеваю срочно маски на обеде на ужине в местах в заведениях просят конечно одевать маски ну сейчас уже мне кажется немножко стала попроще если вы приехали вас не заселяет можно прилечь отсюда отдохнуть если у вас был долгий перелет как у нас 12 часов но нам повезло и поэтому у нас мы приехали 8 утра в 9 утра и нас заселили сразу об этом я уже рассказывала в предыдущем видео с какими вопросами мы столкнулись в первый день поэтому если это интересно возвращайтесь на 1 видео назад об этом я все рассказываю ну что пошли дальше итак мы стали наверняка в небольшом разветвлении вот мы спустились лобби как бы второй этаж по нашим стандартам и вот сейчас по правую руку от меня находится тайский ресторан и также вот такое вот место проведения досуга вот теннисный стол бильярд и также вот здесь вот детский клуб о нем и немножко позже поговорим это я все расскажу подробнее а вот уже снова по правую руку уже было по левую сторону это вот ресторан буфет где мы завтракаем и завтрак и тут два давай мы сейчас сюда пройдет и выйдем как раз к бассейну и потом пляж такой большой обзор завтрака мы сделаем чуть дальше попозже мы сейчас делаем такую обзорную быструю проходку по отелю для того чтобы показать какой отель здесь как он выглядит вот мы видим что разворачиваемся сервирует как можно присесть и на улице также можно присесть и внутри 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 находится буфет здесь вот наливают соки чай не чай чай кофе делает поэтому мы пойдем дальше сейчас время обеда поэтому сейчас сервируют обед также вот перед нами открывается один из бассейном с таким красивым видом это как называют мы называем взрослый бассейн взрослый бассейн здесь есть три бассейна вот один можно как я сказал взрослый есть детский бассейн сейчас мы до него дойдем и есть еще такого как мы называем частный бассейн потому что друзья которых с нами приехали у них комната выходит на этот бассейн как и обещала мы сейчас направляемся в третий бассейн который мы вам еще не показывать да вот он такой тихий и вот так уже видно что да видите каждый номер у каждого номера свой выход со ступенек в бассейн ну достаточно очень интересненько и вот эти ожидается какой-то плавает на таком вот мешочки загорает наслаждаются это конечно здорово вот эти мешки эти расположены по всему периметру это здорово вот это право тяжело тяжело тяжелая жизнь там видела дедушка вообще как это джуглях таких лежит там наши друзья не оказались в этом корпусе мы бы наверное даже не знали про этот бассейн ну только если бы не посмотрели бы на карту отеля и бы наверное увидели что здесь и бассейн и пошли бы только на разведку а так его и не видно вот если вы просто гуляете по территории а мы идем в сторону пляжа так что вот заканчивается у нас бассейн разворачиваемся бассейн заканчивается бассейн и сразу пляж сейчас мы туда пройдем немножко конечно неудобно что мне не нравится о том что чтобы вот так вот обойти бассейн нужно идти через полу как бы здание то ли она лобби то ли она ресторан другое ну в общем как бы через немножко здание почему так сделала не знаю ну в это сделано наверное потому что еще вот здесь вот такой вот мостик и это скажем не один бассейн а вообще не три бассейна один который вот здесь соединяется вот таким вот мостиком и здесь вот тоже можно проходить проплывать как удобно и так выходим дальше вот обошли мы наш мостик и выходим снова на улицу снова на улицу в другую сторону бассейна и выходим мы сейчас идем направляемся в сторону пляжа пляж что стало для меня удивлением к сожалению я не читала отзывы других отдыхающих что наверно было моей ошибкой и о том что для меня было снова удивление что мы приехали сюда и здесь есть отливы и приливы и когда мы вышли на море оказалось море то и нету и она приходит и уходит и бывает такое что ты выходишь хочешь скупаться а к сожалению ты этого сделать не можешь потому что очень сильный отлив этого что мне не нравится и также не нравится сейчас вы сами увидите это то что берег как бы песочный ну и как бы он есть песочный а вот заход в море очень даже не каменистый а вот коралловый поэтому если вы путешествуете не важно с детьми сами берите с собой резиновые тапочки потому что без них здесь достаточно очень сложно заходить в море так что мой совет берите обязательно тапочки прилив все красиво через пару часов будет отлив и здесь будет не так красиво как это сейчас выглядит плюс этого отеля красивый вид красивый то что вот здесь вот такими ограждены так как залив красиво но минус того что что не нравится что в этом отеле ты как бы замкнут это не можешь выйти никуда получается что не каждую мысль и не обойдешь и еще очень интересно что там где делает тайский массаж в одной из точек которые находятся по обе стороны продаю вид еще кокоса цена кокоса в точке массажная стоит 60 бат здесь в отеле на территории отеля можно какой скупить за 120 бат вот двойная цена наценка для марлин бич если ну кстати очень достаточно очень много отдыхающие именно туда ходят за кокосом это удобно почему должны переплачивать ты можешь взять два кокоса по цене 1 это удобно с 12 до 4 вот в таком трейлере мини трейлере можно купить скажем так fast food картошка фри еще что-то быстро приготовление и пойти взять с собой на лежак если ты не хочешь идти в ресторан и кушать вот цена вы сейчас видите что fish and chips стоит 180 бат а chicken fingers 180 бат картошка free 150 бат и открыто это все с 12 до 4 и вот прям за ними находится еще кофейня и что мы подождали у нас вы наверное уже заметили по предыдущему вову кадру и пару секунд назад о том что у нас камерами на запотела от влажности так что ребята возьмите на заметку что если вы собираетесь ехать вам и используя дорогую технику будьте внимательны потому что влажность очень сильно номерах достаточно сильно работают кондиционеры поэтому чтобы ваша техника не использовалась будьте бдительны и перепады температурных режимов и влажность это все учитывайте когда будете снимать это нам на заметку так как я уже сказала вот кофейня выбор здесь достаточно небольшой мороженое вот мы видим пустое почему на пустое зачем она тут тут стоит я не понимаю только чтобы детей грознить и привлекать внимание ну к сожалению да вот что осталось на сегодняшний день на 2 часа дня пару круассанов пироженки деда мороза прянички и все идем мы дальше кофеюшка примыкает находит одни из ресторанов называется он beach green здесь каждый день здесь кстати проходит а второй завтрак таразов он не такой наверное большой по ассортименту выбора но нам здесь гораздо больше нравится потому что здесь спокойнее нету толпы постоянная продукты есть на буфете поэтому не надо за ними толпиться что это очень хорошо об этом о завтраках чуть чуть попозже чуть дальше так что оставайтесь дальше что нам нравится в гриле это сейчас мы покажем о том что вечером замечательный вид на пляж это является наверное основным бонусом плюсом этого ресторана скажем beach гриль поэтому если вы приезжаете сюда садитесь только на улице погода бывает замечательная по вечерам пару раз у нас был дождь ну тропический дождь это не лондон идем дальше сейчас я хотела вам показать вот такие вот две замечательные афишки афиши которые говорят что по средам вот каждая среда что сегодня вечером будет проходить мид 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 что вы за 999 бат будет буфет в котором будут сервировать исключительно мясо но мясо так как основное блюдо также будет закуски и все это вы можете заплатить 999 бат по субботам то же самое только вместо мяса море продукты выходили на море продукты ну такие у нас смутные сомнения нас было шесть человек наверное кроме меня все остальные сказать что больше на такое а сихут морское как бы приключения больше нельзя хоть не хотят идти так что идемте дальше если вы устали кушать вам надоело кушать может также сыграть в теннис здесь есть теннис которая вот сейчас ребята играют а вот кстати про автоном тиква которая говорила вот он есть с часу дня до 4 это можно вот там в той кофейне который мы только что с вами прошли и вот получается вот один бассейн а вот второй бассейн который мы сейчас с вами и направляемся направляемся мы в бассейн вот здесь вот выдают полотенце самого утра что мне нравится в принципе в этом отеле но конечно этим не пользуюсь мы не пользуемся а это тем что мы по вечерам мы не купаемся многие бассейны закрывают уже в 7 часов вечером она даже 6 и не пускают купаться здесь можно купаться я так понимаю и не 24 часа в сутки и что он нравится здесь детям особенно на это потому что это как я его прозвала детский бассейн достаточно очень много город достаточно много аттракционов поэтому детям здесь нравится достаточно очень хорошо поэтому можно прилечь на лежакам родителям детям брюскаться в бассейне глубина бассейна везде разная тут могут и родители вот здесь поглубже купаться там дети могут помельче по вечерам здесь проходит еще по вечерам в 3-4 вечер 4 вечера наверное проходит йога класс который проходит на воде в общем с этим вопрос за маретом не поставить на самом деле мы сейчас проходим одно из мороженого сейчас вот малыш мальчик будет брать мороженого посмотрите какой тайская мороженое мой ребенок попробовал сказать что нет мам сама такое кушай не нравится вот достается такого мини боксика и вот такой вот зеленую зеленое что-то непонятно а вот вот что хотела сказать вот написано что это мороженое бесплатно для детей которые являются членами мариотта и вот тут вот вот тут вот самое интересное потому что если вы являетесь членом клуба мариотт и у вас есть какие-то дополнительные скидки и бонусы то вы наверное должны знать если знает а если не знаете то вы наверно сейчас узнаете то что дети в сети мариотт едят бесплатно то что мы столкнулись наверное это мы только одни наверно знали из посетителя потому что персонал об этом правило не знаю не знали и вот к сожалению к счастью они теперь благодаря нам узнали о том что дети кушают бесплатно но есть немножко небольшая поправка о том что не во всех сетевых отеля дети кушают бесплатно в этом к сожалению не кушают бесплатно но они нам делают сделали исключение поэтому наши дети кушают 50 процентной скидкой вот ну тоже недостаточно неплохо из а еще по небольшая поправка кушает 50 процентов из детского меню не из взрослого мы немножко обошли один бассейн гриль бар и вот здесь вот есть большие шахматы вот сейчас дети играют партию и мы снова выходим вот на пляж ладно выходим сюда на пляж тут есть несколько тропинок как можно попасть на пляж и вот одна из вот здесь вот бар называется он рам знак и что если вы знаете в в этом баре с 5 часов вечера до 7 часов вечера проходит happy hour счастливые часы когда по цене одного напитка вам дают два напитка так что это очень достаточно удобно но нам сказали в отеле что тут есть несколько баров и что в разных барах эти счастливые часы проходят в разное время поэтому можно посидеть в этом баре с пяти до семи переместиться в другой бар в другое время ну мы кроме этого бара больше никуда не ходили вот здесь вот есть куда можно присесть и на пляжных пляжные столики пляжные такие вот скажем сиденья стульчики и здесь вот еще вторая часть пляжа вот она находится на травке травка травка песок достаточно тоже очень комфортно и здесь вот такая вот полянка на которой расположены баскетбольные кольца для детей но также для взрослых кто хочет поиграть и вот что очень как бы для меня стало необычно это что есть ринг настоящий ринг где можно себя попробовать в тайском боксе не знаю насколько я уверена что если бесплатные уроки но платные точно есть вот сегодня нам сказать что платный урок стоит 500 бат в час так что если вы хотите взять тайский урок по кикбоксингу по тайскому боксу вот пожалуйста в малюде это можно сделать но правда иногда будьте осторожны потому что вот наш наше здание наш корпус на втором этаже мы живем я наблюдала что уже одного такого кикбоксера увезли уже на каталке скорая помощь так что будьте аккуратны вот сейчас мы подходим место где можно подают полотенце также можно взять кроксы напрокат чтобы зайти в море и что самое вот ценно есть вот расписание когда же все таки есть вот хай-тайт когда приливы и когда отливы вот у нас сегодня до 20 какое сказала 22 декабря вот самый высокий уровень воды у нас 12 15 сейчас у нас два часа дня два с копейками и вода потихоньку уходит и так что в 6 утра будет вообще не будет воды скажем так и завтра видите все все будет позже и позже вот каждый день на 45 минут практически вот разница сдвигается уровень воды то есть если раньше мы приходили с утра было самый высокий уровень воды то сейчас это все позже и позже и позже так ну что идем дальше смотреть отель уже рука уже полчаса наговорил так я знаю что наговорим так как многие путешествую из-за тени поэтому вот это вот место детский клуб наверное одно из важных мест и очень важных решений для родителей когда они выбирают отель которые они должны хотят поехать здесь детский клуб достаточно неплохой вот здесь мы можем видеть расписание но видите вот даже вот здесь это же указано что некоторые activity некоторые вот детские уроки как их сказать что за деньги что я могу сказать как родитель как мама вот мы были в правда это был all inclusive все включено в доминикане и детский клуб там был на мой взгляд был на порядок выше потому что нам как родителям точнее мой ребенок сам хотел рвался туда чтобы пойти в любое время прийти туда играться здесь к сожалению вы так сделать не можете здесь вот определенное время и вы можете привести своего ребенка в определенное время только так не так что родители захотели что-то там вот от войти прогуляться оставить ребенка нет так не получится и что еще мне очень нравится ну не очень нравится ну как бы не во первых он немножко далековато расположен от пляжа что если родитель хочет привести достаточно нужно достаточно много пройти чтобы оставить своего ребенка в детском клубе и что еще не нравится что большую часть времени они проводят помещение все-таки приехать на курорт нужно чтобы активить или разные увеселительные программы для детей были на улице они есть есть да но их очень мало 1 1 какая-нибудь вот вот butterfly tour это вот единственно мне кажется что одной из уроков для детей когда они куда-то идут по улице все остальное все вы даже видите вы даже написано что вот капкейк украшение капкейка в два часа дня потом такой разрыв большой до 4 то есть а что делать вот с детям которые хотят идти в детский клуб ну то есть как-то так не нелогично вот получается ну это конечно же лучше чем ничего но мне кажется что могло бы быть немножко лучше если бы там сейчас быстренько заглянуть то детский клуб напоминает немножко как детский садик вот скажем достаточно маленькие и если ваш ребенок возрастная на 8 7 плюс старше семьи возможно и будет здесь не интересно потому что здесь все таки дети помладше и сейчас мы подходим для любителей для спортсменов для тот для тех кто любит активность есть спортзал сейчас мы его покажем как он выглядит есть также некоторые йога классы и мне как-то пилатес классы которая проходит по утром утром и и вечером они проходят на пляже мы здесь вот видим спортзал мы к сожалению муж к счастью к сожалению все такими сюда не ходим так что вот здесь хотите здесь уже ресторан вот такой вот небольшой спортзал ну все тренажеры все есть так что волком так доброе утро всем как и обещала будем показывать вам завтрак сейчас мы идем в основной буфет где уже сервируют завтрак и я вам покажу что же здесь дают на завтрак и если что-то для детей ну что пошли смотреть что есть тут на завтрак сейчас главное знать хороший столик столик можно занять как на улице так и внутри ну мы конечно же садим на улицу и так начинаем вот наверное то что к нам ближе вот здесь вот сервирует чай кофе после кстати я хочу отметить хорошая капучино делает как положено не так что это делает молочко непонятно из пакетов и кофе непонятно так что в принципе хорошо что смогу сказать по сокам ну по сокам конечно это наверное еще вы не совсем то чтобы наверное хотелось ожидать но лучше по тайским меркам чтобы я сказала вот кстати сегодня какой-то есть butterfly пи интересно черном и что такое не пробовали мы обязательно возьмем попробуем есть также вот смузи и вот еще это понимание еще делать свежие смузи из ананасов и арбузов ну все пошли смотреть что дают внутри что есть горячие есть так ну что вот здесь мы начинаем с самого дальнего угла в этом буфете и здесь вот как мы видим есть вафли есть блинчики и есть французские тосты это скажем такой сладкий уголок мы вот как-то с него и начали показывать вам обзор нашего завтрака тосты и вот это такие вот мини круассанчики шоколадом простые и мини кейки это то что вот у нас по сладком сейчас мы пойдем посмотрим что у нас есть в горячем отсеке так для детей для тех кто любит с утра есть хлопья вот тут гораздо большой выбор хлопьев так что на любой вкус и цвет можно выбрать хлопья молоко и что вот интересно вот для детей наверное очень хорошая бонус то есть мороженое есть мороженое лимонная манго кубичная а также еще черничная так что для детей конечно это рай вот здесь у нас есть фрукты а а здесь что-то вот я не потому что это горячий хлеб шоколадный пудинг то наш гибели некрасиво да заставили одеть мальски поэтому все-таки неприлично хоть уже не настаивает без маски снимать но я думаю что матриц здесь вот большой ассортимент йогуртов мы ушли нарезка салата фрукты принципе нормально но единственно что вот это вот компот из печь компот как печь компот и киви как-то выглядят не 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 очень аппетитно я бы такой наверно не брал и вот что интересно вот еще есть и мед так что хотите в таиланд за медом волком видите кто-то даже его и берет но не знаю мне кажется кто-то на приезжать за фруктами но хотя можно фрукты смотом тоже как бы интересно есть и вот для мужчин для любителей мяса любители вообще горячего вот здесь что мы можем наблюдать есть бекон жареный есть картошка жареная и томаты и здесь вот делает свежие омлеты яичницы вот вот такой сейчас кстати мы у нас 730 утра людей немного поэтому очень здесь пока не стоит ну что смотрим дальше да так здесь что у нас есть сосиски горячие сосиски куриные сосиски это бабы соусе это у нас это у нас томат на куриц куриные фрикадельки в томатном соусе с пармезаном пармезан так это у нас микс из овощей и с красным чили и топу так что будьте аккуратны когда будете есть это пробовать это блюдо может быть острым аду горячо так это красная карри с с ананасами ничего себе из ссс пор это у нас со свининой так что очень горячая вот так а вот тут ага а здесь вот рис готовится написать парь запаренный рис и те смотрим дальше что у нас есть это рис с овощами куда же в таиланде без риса на конечно а это вот тоже тайское блюдо это же вот эти как рисовая лапша рисовая лапша овоща они с овощами и с говядиной а это жареная порк это у нас свинина в чили зеленым в общем с овощами для меня не вот есть китайские эти пончики если вы хотите пончиков можно до нас то здесь а у нас какие-то здесь вот еще непонятное заверные рулетики я даже прочитать не могу что таких это это со свининой да все со свининой сумма я этого не пробовал сумма и но попробуй расскажешь а это вот как раз вот станция где готовят суп его же не знаю по супам это он образ сейчас награды супы очень слабенький выбираешь курица яйцо тякинуть бульоном залью и калис или паспасы это ну а здесь что но здесь уже холодные закуски сыры оливки вы сами видите что тут есть овощи и вот если вы не хотите кофе чтобы вам сделали сам самостоятельно обслуживающий персонал можете вот подойти к машине если давай проверим что-то делать капучино какое капучино это наверно это на случай того что если вы стоите все-таки очень это сегодня людей нет а так мы стояли очень много людей и просто сметают все позиции и на самом деле ты стоишь вот как дурак буду реально как дурак ведь из ночи на мотеле ждешь пока тебе принесу пополнить одну или вторую позицию поэтому да вот на самом деле мы так сейчас возьмем себе еду потому что мы вам показали потом покажем что мы все-таки взяли на летом жареный суп который никакой так и держи наш стол и посмотрим кстати что что ребенка чтобы не очень понравилось в этом буфете то что для ребенка нету овсянки в том маленьком который мы вам покажем следующим заходом там есть овсянка что для детей очень мало важно так девочка что-то взяла а вот что ему показала что ребенок взял ребенок взял один блинчик а два и мороженого ну куда же завтрак без масла без мороженого ну это же конечно не гидается не опередили я успел очень набрал чуть с волосами отчетами спрашиваешь смотри что делать ну такое непонятное ощущение на самом деле если сравнивать привет если сравнивать например с другим отелем в котором мы были два года назад в найроби четыре звезды то там завтрак был лучше на мой взгляд здесь как бы неплохой вот сегодня мы пришли всем 30 мы хотя бы еще смогли спокойно все наложить потому что другой раз мы приходили где-то 88 20 это был кошмар я еду сметали за за две секунды и чтобы что-то взять нужно было стоять просто 10-15 минут ждать пока они приготовят вот по качеству язык ну такое средненько не знаю нету какого-то вот такого изобилия большого но есть там пар пару вариантов ну по вкусу по вкусу в принципе такой себе нормально терпимо но хотелось бы больше изобилия там супы очень слабые хотя в таиланде они популярны на завтрак и обычно очень большой выбор фрукты хорошие фрукты ананасы вкусные нету манго не пойму почему но это не первый отель в таиланде в котором нету манго хотя это их национальный фрукт в общем вкусно нормально будем кушать кашу нашли но от попробовал сейчас какой-то новая животик свиньи не очень лучше чем лучше чем жуки извините же у которой я ел но не они то еще в этом основном буфете стаканы в два раза меньше чтобы люди не наливали сока это это серьезно я налью два стакана и вообще просто их уже нет доброе утро всем наш сегодня последний завтрак в мариотте resort spa и мы сейчас вам покажем 2 2 2 где можно позавтракать который нам больше всего и нравится он называется beach гриль там мы и завтракаем и обедаем и ужинаем как зайдем зайдем мы с ну давай мы зайдем с парадного входа скажем так с пляжа здесь короткий путь как можно зайти быстрее с нашего корпуса сейчас 7 30 утра нет даже не 7 30 скажу 7 25 уже люди есть уже оказалось что мы уже не первым обычно всегда первые приходим на завтрак а тут сейчас уже уже сидят почему-то мы так ну я бы сказала вот ну сейчас мы едем китайцы или не китайцы уже не боится что сейчас определяется виду сметуты и нечего будет кушать а малют просто не пополнит сейчас посмотрим что он да уже все видишь полно вот ребенок уже наш занял место хорошее садись я сейчас кашу принесу кашу принесу у меня сейчас тут какая-то петель отправляемся смотреть что есть в этом буфете и тут немножко у нас пойдет порядок другой с чего мы начнем с горячего вот мы видим здесь картошка по карто вот это gratin помидоры которые уже на гриле сделаны и бекон все достаточно выглядеть даст неплохо вот здесь можно заказать либо яичницу либо омлет с чего вы хотите омлет можно выбрать вот чуть-чуть дальше есть выбор сыр бекон разные овощи лук хоть что это не знаю ты знаешь что это такое ну в общем выбор есть с чего выбрать идем дальше ни один завтрак не обходится без хлопьев куда же без хлопья хлопья есть поэтому детям дети тут порадуются есть разных и звездочки и не звездочки и кружочки и шоколадные поэтому этого добра здесь хватает посыпать орешками изюмом в общем на любой вкус и цвет вот здесь в холодильнике мне нравится мне нравится выбор фруктов а сегодня даже есть мини бананчики бананчики вот такие вот мандарины тайские фруктовый салат мюсли йогурты разные и вот еще вот как они называют компот из клубники и компот из ананаса это первая дверка а вот вторая дверка здесь ананас китайский фрукт драгон фрут арбуз вот это вот я называю яблоком жале что это не яблоко не знаю что это выглядит как яблоко по мне по вкусу конечно по-другому дыня апельсин и молоко полной жирности из мини жирности скажем так для тех кто сидит за фигура так смотрим что же есть у нас здесь здесь бабы бабы в томате дальше сосиски причем а куриные сосиски дадите это хорошо я даже не за счетом хорошо ну я не заборясь морковка говядина говядина вот смотри такая необычная говядина мини такие котлетки довольно жесткие жесткая выглядит их так что это это у нас тайский вот этот вог пока еще остался пока китайцы не пришли и вот рис рис китайские с овощами они спорку методы это это со свинины обычно с овощами это со свинины здесь риса уже так ну что возвращаемся начала и пойдем по другой стойке что же у нас есть здесь это 10 это apple crumble о это яблочный приличный обычно тут открываешь и вообще непонятно да это вот и как бы интересненько это вот у нас как пончики китайские вот интерес здесь кстати не делается блинчики и вафли для детей а здесь а здесь написано горячая соя соя молоко а через недель вот хоть интересно вот если дучи ну а вот еще один холодильник не проходим мимо ну здесь холодные закуски сыр и колбаски и оливки разные как они разные соуса соуса ну а здесь по стойке у нас уже идет хлеба булочки варенье пластмассовые фрукты кстати интересно вот видишь есть тут пинат баттер что только ореховая паста не нутелла ореховая паста в общем для детей для сладкоежных здесь конечно выбор есть ну и такие вот мини такие вот сладости кстати уже кроша на снести а есть еще еще есть у нас дальше да есть еще супы которые же не нравится вот здесь вот можно выбрать из чего приготовить суп уже не нравится ну вот из чего приготовить можно суп выбираюсь показываешь пальцем и тут вот кастрюльки он тебе все это варят свежесть приготовленный суп кстати что я хочу отметить именно в этом буфете не такой был выбор соков ну опять же соки повторюсь на вкус и цвет потому что соки ну такие не совсем они натуральные скажем так потому что они достаются таких 5 литровых бакланов что не туда льет не знаю поэтому лучше пить ну ты не на 5 литровые бочки такие сейчас они часы тебя дам котик ну что а мы сейчас пойдем наберем себе еду и покажем что мы взяли показал хорошо показал покажи еще тут зрителям как микрофон держал набрал осьминогов на завтрак будем пробовать сегодня завтрак гораздо лучше выглядит лапша с осьминогами рисик с курицей или нет точнее с свининкой и взял фрикадельки у меня фрукты кстати сегодня говорила что фрукты классные папайя моей сегодня здесь нет но может быть она чуть попозже появится где-то больше нравится мне конечно же здесь нравится но вид только вид и конечно же здесь нет такого наплыва людей потому что может быть не все знают но я сомневаюсь что конечно не все знают что можно здесь так же завтра ну многие наверное предпочитают главное потому что там выбор больше но именно этот бюджет для нас на нашей семьи нормально подходит на для нас есть я даже не понимаю на самом деле зачем все ходят на главный так ну что будем кушать и будем идти занимать лежаки на пляже пока их тут все не разобрали и включится с вами попозже вот решил искупаться незадача и и это самый большой минус данного отеля как вы знаете существуют приливы отливы и где-то они более или менее ощутимые здесь к сожалению мы на рифе и вот этот вот риф который позади меня то есть когда идет отлив ну и прилив то есть данном случае отлив ведь все купаться нельзя и нужно по кораллам по рифам идти метров пятьдесят и вот там только ты сможешь тогда подписывайтесь на канал и не забывайте ставить нам лайки и колокольчик не пропустить все выпуски пока пока не забывайте